Джон Галсуорси, английский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. И, как я уже сказала, он появился на свет 14 августа 1867 года. И вот 14 августа в первый спас мы будем праздновать, по сути дела, 150 лет его. В городе Кум, графство Суррей. Ему довелось родиться в очень богатой семье. Отец был юристом, директором лондонской компании, не жалел денег на образование сына. Сначала местом учебы Джона была привилегированная школа Хэйроу. Позднее Оксфордский университет. То есть эта школа уже предвосхищала в то, что он попадет в Оксфордский университет, где он изучал морское право. Прекрасное образование сулило не менее замечательные перспективы. Но и в то же время, что отец был достаточно богат, и это тоже давало развороты ему в его творчестве и во всем, и в его жизни. Однако Гауссорси, став адвокатом в 1890 году, так и не начал заниматься юриспруденцией. На практике он отправился за границу в кругосветное путешествие. Ему вменялось в обязанности присматривать за связанными с морскими перевозками бизнесом семьи. Однако не только и не столько это волновало именно молодого человека. Ну и неинтересно ему это стало. Он стал излагать свои впечатления о своих путешествиях на бумаге. И Джозеф Коннор, с которым Гауссорси познакомился в одном из путешествий, он был первым помощником капитана, и он обрел в его лице очень близкого друга. И он же посодействовал тому, что его творчество было выставлено на обозрение публики. Сподвигла его также на это и Ада Пирсен, супруга его кузена. С ней Гауссорси связывался многолетний тайный роман. В дальнейшем вот этот тайный роман и вообще все это отразится в его произведении «Сага о Фарсай». В возрасте 28 лет Джон Гауссорси решил для себя, что станет писателем. И в 1897 году выходит его первая книга, подписанная псевдонимом «Джон Сибджон», и представлявшая собой сборник небольших рассказов от «Четырех ветров». Этим же псевдонимом начинающий литератор пользовался и для публикации еще нескольких работ. И уже через год он издал первый роман «Джослин». А в 1900 году роман «Вилла Рубейн». А в 1901 году вышел еще один сборник рассказов, в котором начала фигурировать семья Фарсайтов. Об этом я скажу чуть дальше. Это было начало реализации замысла, на который ушло больше трех десятков лет. И в 1904 году выходит книга «Остров Фарисеев». Вот она, кстати, у нас есть на фишках. Примечательно тем, что Галсуорси впервые опубликовал труд под настоящим именем. Значит, «Остров Фарисеев» был под его именем опубликован. В том же 1904 году умер отец Галсуорси, и его сын обрел больше материальной и моральной свободы. К нему приехала и через год вышла за него замуж возлюбленная. Позади было почти 10 лет бурного осуждения окружающих и их отношений. Дальше мы немножечко разберем вот эту всю его жизнь, именно личную, потому что она именно повлияла на его творчество. Перелом в биографии стал мощным творческим стимулом для написания его романа «Собственник». Это вот первое, собственно говоря, то, что идет основой вот этой саги о Фарсайтах, это его первый роман с «Собственник». В 1906 году он вышел. После него о Галсуорси говорили как о большом писателе. Кроме того, это произведение стало первым томом будущей именно трилогии, именно саги о Фарсайтах. Вышедшая в 1906 году дебютная пьеса «Серебряная коробка» принесла успех Галсуорси как драматургу. Именно к драматургическому жанру он стал отдавать свое самое большое предпочтение. И в этот период создавая одно за другим остросоциальные произведения, которые ставились не только в Англии, но и в других странах. В 1922 году был опубликован однотомник саги о Фарсайтах, которая имела просто оглушительный успех и принесла автору статус ключевой фигуры англо-американской литературы. Джонгл Сорси занимался не только литературой, но и общественной деятельностью. Так он боролся за то, чтобы были изменены законы о женском избирательном праве, цензуре, разводе и других. Ратал за произведение социальных реформ. Чуть ли не половину доходов тратил на благотворительность. И в 1921 году у него появилось собственное детище, Пен-клуб, международная писательская организация, которую он в качестве отца основательно поддерживал до конца жизни. Да, до конца жизни. Но даже самое интересное я его тоже дальше скажу. Галсурси сам себе выдвинул строгое требование писать ежедневно, поэтому его литературное наследие весьма обширно. Только романов в нем 20. Самой значительной его представительницей стала вышеупомянутая именно сага Форсайта, которая начала писаться с 1901 года от его первого рассказа, где появляется первый Форсайт, до 1933 года, по сути дела, до самой его кончины. Принесшая автору мировую славу и представляющая собой масштабное эпическое полотно о жизни верхушки среднего класса на примере трех поколений одного семейства. Семь английских, американских и шотландских университетов присвоили Галсурси почетную степень и в 1929 году вручили национальный орден за заслуги. Апогеем признания его как выдающего писателя, его высокого искусства повествования, стало присуждение в 1932 году звания лауреата Нобелевской премии в области литературы. Сам Галсурси в это время страдал от смертельного недуга, опухоли мозга. Поэтому не смог лично прибыть на награждение и отдал премию в распоряжение своего пен-клуба. Представьте, как он его поддержал. Вот не только он его, он до конца жизни и даже заложил вот эту основу, чтобы он и дальше существовал, отдав туда свою Нобелевскую премию. 31 января 1933 года, меньше чем через два месяца после этого знаменательного события, Галсурси умер в зените славы, которая тем не менее после его кончины подверглась критическим нападкам нового поколения писателей и читателей. Но даже вот его споры о его литературной манере и провозглашаемых им моральных ценностях не могут лишить Джона Галсурси крупнейшего прозаика эпохи викторианской именно эпохи. Но вот что бы хотелось сказать, что роман Джона Галсурси «Сага о Форсайдах» английская критика назвала самым выдающимся произведением английской литературы 20 века и самым английским романом своего времени. Галсурси же считал форсайтовские хроники своим паспортом к берегам вечности. Но это был паспорт не только для него, но для его жены-музы Ады Галсурси. Свой роман писатель посвятил Аде. «Без ее воодушевления, сочувствия и критики я не стал бы даже таким писателем, какой я есть», писал Галсурси. Ада подарила ему историю своей жизни, которую она писала много раз, в том числе и в саге о Форсайде. Но, кстати, вот его роман с Адой прошел красной нитью, проходит по всей саге о Форсайде. Итак, в семейной родословной значился он как Джон Галсурси IV. Это тоже, кстати, тоже отражается в саге о Форсайдах. Его отец любил искусство, литературу и зачитывался Диккенсом, Теккерием, обожал Тургенева. Внук фермера он сумел стать юристом и директором нескольких промышленных компаний, среди которых были и заокеанские. Именно от отца Галсурси унаследовал писательский дар. Но дело в том, что он унаследовал этот дар от отца. Но, смотрите, отец не... Когда он пренебрег юридической вот этой вот формой, да, то отец его не ответ, он ему назначил содержание, понимаете, чтобы мог его сын заниматься просто-напросто творчеством. Это тоже заслуга и развитость вот этого вот... Ну, всеобъемлющего отца. Мог бы отец бы прекратить и сказать, нет, либо ты юристом становишься, либо как, понимаете, да? Деньги затрачены. Но так как он увлекался вот этими всеми писателями и имел такое, значит, вот миропонимание и мировосприятие, он поддержал своего сына. По окончании университета Галсурси с приятелем собрался в заграничный большой тур. Но ответ пришлось ненадолго отложить. Жену надо было присутствовать на свадьбе одного из своих бесчисленных кузенов. Майора, сейчас даже скажу, Майора Артура Галсурси. Невестой Майора была Ада Купер. Очень привлекательная девушка, великолепная музыкантша, но беспреданница. Ада Галсурси, вот теперь я расскажу о ней, именно о Аде Галсурси. Семейная жизнь Ады с Артуром Галсурси оказалась неудачной. Да и что можно было ждать от брака, который для Ады был лишь попыткой убежать от постылой бедной жизни. Детство и юность Ады были совсем не похожи на детство и юность жена. Ада была нежеланным и нелюбимым ребенком. Даже имя, данное ей матерью, говорит о том, что ребенок был для нее тяжелой ношей. Она назвала свою дочь Ада Немезида. А Немезида это богиня мести. И вот жестокая эта Немезида не раз заявляла свои права на Аду и в течение всей ее жизни. Ада ей сопротивлялась как умело, но не всегда это было, как говорится, удачно. Так что имя тоже предопределяет свою судьбу. И то, чтобы она была нежеланным ребенком, это тоже дало свой отпечаток на ее жизни. В 1866 году Аду удочерил доктор Купер. Чтобы скрыть, что она незаконорожденная, Ада в своем свидетельстве о рождении переписывает дату своего рождения и ставит годом рождения 1866 год, хотя она в действительности родилась в 1864. Умирая, доктор Купер составил завещание, в котором поручил опекунам заботиться об образовании Ады. Она занималась музыкой, танцами, училась петь, рисовать. То есть она получила по тем временам шикарное женское образование. Ее разносторонние, собственно говоря, обучали. После завершения этого образования начались путешествия Ады с матерью по стране в поисках мужа. Естественно, мать старалась ее пристроить. За 4 года они объехали, как вы думаете, сколько? 74 города. Брак с Артуром Галсуурси показался несчастной Аде хорошим выходом из положения. Но она, естественно, что ошиблась. Вернувшись из большого тура, Джон Галсуурси познакомился с Адой поближе. А когда он понял, что прекрасная Ада несчастлива в браке, то преисполнился именно к ней, что сочувствуем. Галсуурси вел жизнь молодого состоятельного джентльмена. Давал обеды, ездил с визитами, охотился. Одна такая жизнь стала его тяготить. В то же время Джон изучал юриспруденцию, но его все больше одолевали сомнения в правильности выбранного им пути. Вгрызаться в какую-нибудь специальность для того, чтобы делать деньги – мерзкая скука. Как бы я хотела обладать талантом, я действительно считаю, что самый приятный способ зарабатывать на жизнь – это быть писателем. Это он говорит в одном из своих писем. Его мучила неуверенность в себе. Вот тут-то Ада и сказала свое решительное и единственное слово, которое ему нужно было услышать. Именно это был поворотный момент в их отношениях – встреча на северном вокзале в Париже. Ада спросила молодого юриста, почему вы не пишете? Вы созданы для этого? Эти слова определили дальнейшую судьбу Галсуурси. Ада навеки вошла в львужин. Ей суждено было стать его секретарем, его музой и его товарищем. Галсуурси покинул родительские крови и поселился в маленькой съемной квартирке. Отец, хотя был разочарован именно выбором этого сына, но это все не высказал. И, как я говорила раньше, он назначил ему хорошее именно содержание. Ада обладала призванием поощрять таланты, но не только Галсуурси нашел в ней понимание. За всю свою жизнь она поддержала еще нескольких писателей. Вот как сама Ада оценила свое, согласимся, редкое качество. Я думаю, это мое предназначение – быть кому-то полезной, и это очень важно для меня. Так что они сошлись, как говорится. Она была всегда полезной, а он был очень мягок сердцем. И Ада сразу поверила, что Джон станет великим писателем. Его слабые литературные попытки ее ничуть не смущали. Она была первой слушательницей, пока не умелых и многословных рассказов Галсуурси. И это еще больше сблизило их. Ада теперь его вдохновительница. Она умела пробуждать в нем жажду творчества. Так он начал рядом свой путь именно с Ады. Десять лет ожидания. Пройдет долгие десять лет, прежде чем они смогут пожениться. Десять лет тайной и мучительной жизни брось. Их любовь долго была обрачена сознанием невозможности переделать судьбу. В жизни нет ничего более трагичного, скажет сам, позже сам автор саги. В чем здесь это самое? Вот это все, вот эти десять лет, все отразилось в его романе. Здесь образ Ирен, он был в принципе считан с Ады. Хотя Ада не обладала той красотой, которая в романе обладает именно Ирен. Ада была хорошенькая, но достаточно, ну хорошенькая, будем говорить так, как женщина. Но красотой, вот той, которую описывает Ирен в своей саге, именно сам Джонгл Суорси, она не обладала. Но именно опять-таки, вот этот десятилетний, вот этот брак тянувшийся, этот бракоразводный процесс, как они, значит, сумели это все преодолеть, именно вот здесь, вот все это просматривается именно в саге. Он это все отразил. Они очень много, Ада и Джон очень много путешествовали, и по Италии, и Франции, они объездили всю, по сути дела, Европу. Утренние часы посвящали работы. Он писал, а она начисто перепечатывала текст. То есть она и стала его секретарем. Днем бродили по окрестностям, подолгу сидели на верандах и деревянных балконах, нормандских сельских гостиниц, пили кофе и ели булочки с медом. Счастливое время. В эти же годы в их жизнь вошла музыка. Галсуорси писал, а Ада играла в соседней комнате на рояле. Опять-таки, это все переплетается с тем, что Ирэн в саге о Форсайдах очень хорошо играла на рояле. И до конца дней Джон сохранил эту привычку работать под музыку Ады. В 1904 году вот это умер отец Галсуорси, его смерть потрясла Джона. И это горе было так велико, что он две недели не мог никого видеть, даже Аду. При жизни отца Джон не хотел расстраивать его бракоразводным процессом и женитьбой на разведенной женщине. Но викторианец умер, и теперь Джон и Ада могли сбросить вызов условностям. Они уехали на несколько дней в деревню, то есть, по сути дела, они открыли всему миру, то они втайне это сохраняли, а здесь они открыли свое совместное просто проживание. Потом они совместно отправились в Италию, где открыто жили полгода, чтобы майор Галсуорси понял, что развода не избежать. Это опять-таки красное нитью прошло по его роману сага о Форсайдах. Вернувшись из Италии, они узнали, что бракоразводный процесс в разгаре. Галсуорси был увиден, что двери светских гостиных теперь для него закрыты. Я отошел от всех дел, вышел из клубов. У меня, наконец-то, будет время, ничем не отягощенный ум, чтобы писать. Они поженились 23 сентября 1905 года в первый день свободы. Наконец-то все трудности позади, их ждет безоблачное счастье. Однако 10 лет тайны и 8 месяцев, проведенные вместе за границей, давали основания думать, что трудности будут. Все-таки викторианская эпоха давала свои, давила и отставляла свои вот эти трудности на его жизни. Долгожданный брак все-таки не принес счастья. Ада была предана Джону и его работе. Конечно, это замечательно, но иногда ее чрезмерная опека угнетала Галсуорси. Она не отпускала его ни на минуту, не обладая ни его кругозором, ни достаточным благородством. Ада не желала позволить его душе блуждать в тех сферах, которые ей самой были недоступны. Зная, что Джон совершенно не эгоистичен и готов на все ради близкого человека, беспокойная Ада нещадно эксплуатировала эти качества мужа. Аду нужно было защищать от трудностей и неприятностей, оберегать ее от волнений, баловать как ребенка и уступать ей во всем. Даже игры они выбирали такие, где она могла победить. Необходимо было поддерживать в ней чувство уверенности в себе, окружать ее любовью и заботой, которыми она была обделена до встречи с Галсуорси. При этом Ада вовсе не была хрупким созданием и не напоминала южный цветок. От него пахло холодом. И она совсем не была похожа в то же время на Ирэн Форсайт. Но вот эти вот все нюансы этой жизни были там отражены. Одна из приятелей не вспоминала. Никогда не видела более, вот как портрет Ады, более мускулистой женщины. Ничего удивительного. Часто жаловавшаяся на здоровье и страдавшая от ревматизма Ада была отменной спортсменкой. Отлично ездила, верхом метко стреляла и хорошо играла в крикет. Просто отлично в бильярд. Холодность и строгость Ады способствовали сдержанности Галсуорси. Один из читателей саги о Форсайтах решил, что писатель неодобрительно относится к чувственной стороне любви, приводя в пример Сумса и Ирэн. На это Галсуорси ответил. Меня скорее можно упрекнуть в обратном. Но надо отличать проявление взаимного чувства от этого, которое удовлетворяется вопреки желанию другого. Это не одно и то же. С годами пройдя через некоторые испытания, вы узнаете, что большинство женщин, созданные для любви, гораздо менее других, приспособлены терпеть подобное посягательство на чувственную сторону их натуры. Ибо с этим связано для них сильнейшее ощущение духовной деградации. Эти слова, конечно, относятся к Аде. Трагедия Ады в том, что она не задумывала. Незадумываясь требовала от Джона все большего внимания, пока его самопожертвование не стало полным. И писатель, которого она сначала поддерживала своей верой и вдушевлением, оказался всецело в оковах этого брака. Ада и Джон жили вместе, вместе добились успеха. Он стал знаменитой достем. Ада счастлива, ведь Джон – смысл ее жизни. Но Голсуорси становилась тесно в пеленках этого благополучия, которым она старалась укутать его, не отпуская от себя ни на минуту. Ему трудно совместить любовь к Аде и литературе. Чтобы развиваться как писатель, он должен был стать совершенно независим даже от любимой Ады. И что же он предпочтел? Из всех дорог, которые мы выбираем, – писал Голсуорси, – единственно достойной, считаю, путь мужества и доброты. Когда Голсуорси было 44 года, он встретил 19-летнюю танцовщицу, хореографа Марганек Моррис, которая принимала участие в одной из постановок его пьесы. Она влюбилась в него сразу. Видеть его – значит любить его. Он такой добрый, деликатный, у него такая чурующая улыбка. Голсуорси не сразу понял, что тоже влюблен. Надо сказать, что роман Голсуорси и Маргарет Моррис – это самый невинный роман, какой только можно себе представить. Но для Ады это была страшная трагедия. Немезида настигла ее и здесь. Джон – единственный человек, которому она доверяла. Человек, давший ей защиту и положение, собирался ее что-то отвергнуть. А для него выбора не было. Он не мог видеть мучений жены. Голсуорси, пишет Маргарет, ни я, ни вы не сможем построить счастье на чужих страданиях и болезнях. Между нами пока сохраняется переписка, но ей скоро будет положен конец. Аде не будет лучше, пока между нами все не будет кончено. «Забудьте меня и простите». По воспринаниям племянника Голсуорси, который много лет жил в его семье, брак Ады и Джона после его «измены» в кавычках, святому доверию между ними продолжал существовать, но чувственной любви между ними уже не было. Более того, Голсуорси стал еще больше зависеть от Ады. Теперь без нее он уже не мог работать. Из дневника Ады Джек пишет «Я же бездельничаю, или печатаю, или пытаюсь играть на моем любимом маленьком Бэкштейне, который доставляет нам такую радость». В 32-м году Голсуорси присудили Нобелевскую премию, но поехать в Стокгольм он не смог. Вы знаете, опухоль мозга. Ада долго не могла поверить, что Джон умирает. Кто же будет о ней заботиться? И тут опять вмешалась Немезида. Умирал он мучительно, но боль приносил стоически. Мне слишком хорошо жилось. Ада, деньги, дома, награды, путешествия, успех. И 31 января 1933 года Джона Голсуорси не стал. Его прах был развеян на вершине Бэрри Хилла под четырьмя ветрами. Болезненная ада намного пережила мужа. Болела в основном семья она, а он был как бы здоровый, да? Она умерла 29 мая 1956 года в возрасте 91 года. А он сколько? Ну, 33, ну, 32, там это 40, 70, 63, да. Родился? В 67-м. В 67-м он родился. А, в 67-м. Ему 150 лет. Не понятно, в 67-м. Да, в 67-м он родился. Два рукописных стихотворения, посвященных Аде, которые были найдены после ее смерти в шкатулке для драгоценности, являются единственными письменными свидетельствами любви Джона и Ады Голсуорси. Вот такая любовь, которая легла в основу, собственно говоря, вот этой самой форсайта. Ну, а теперь разберем саму самого форсайта. Один вопрос, можно? Можно. Ну, вот Ада эти 26 лет, которая прожила, что они, и там дальше известно, как она, так скажем. Ну, мы же рассмотрим здесь, как бы, вот, в том его форсии, что это Голсуорсио. Его вот эти произведения и всякое. Ну, естественно, но тут же подверглись, вы же знаете, как, после его смерти они подвергались большим, вроде как, гонениям и критике очень большой. Но между тем, все равно премия была присуждена, и все равно он считался англо-американским знаменитейшим писателем. И все равно, ну, это же все равно восторжествовало. Понимаете, его поколение уже читают, и все равно оторваться от этого его произведения просто невозможно. Ну, я думаю, она пользовалась его этим, он же не развелся с ней, так что она жила с его деньгами и всем прочим. Так что тут вряд ли что-то может быть. Наследство не осталось? Ну, как, не осталось? А помещая наследство? Да, у детей у них не было, нет, нет. А у нее и от первого брака не было детей? Нет, по идее, не было, у нее ничего не говорится. Не было детей. Итак, сага о форсайта. Очень интересно, спасибо. Значит, смотрите, вот этот первый рассказ, в котором появляется форсайт, это спасение форсайта. В 1901 году вышел он, спасение форсайта. Это здесь просто рассказ. Еще саги самой нет. А дальше, вот этот появляется уже дальше. Значит, она состоит, вот эта сага о форсайте, из нескольких романов и новеллы, там идут вот очень много. Значит, смотрите, первый роман, это собственник. Вот он в первом томе, он идет, этот самый, собственник. Потом идет «Последнее лето форсайта». Потом идет «В петле», «Пробуждение» и сдается в наем. И далее идет сборник просто рассказов. Вот эти романы, они заканчиваются, вот здесь они в двух вот томах. А потом, значит, идет это сборник рассказов на форсайтской бирже. В предисловии автор указал, что по времени действия, они, рассказы стоят между сагой и комедией, так как без саги они не будут понятны. И действие завершается перед тем, как комедия начинается. То есть, смотрите, дальше вот эти рассказы форсайтской биржи, да. И дальше идет он что, продолжает он. Это, кстати, сага форсайтской биржи, вот это, она была позже гораздо написана. Но идет вот это вот, дальше идет его современная комедия. И там продолжение уже потомков вот этих первых форсайтов, которые здесь описываются. Но вот это вот, вот эти рассказы идут как бы промежь. И мы узнаем кое-что как бы из жизни вот этих, из жизни форсайтов, то, что как бы было утрачено. Потом идут Зыбучие пески, Тимати на волосок от гибели. Вот смотрите, здесь, значит, вот эти хроники семи форсайтов. Зыбучие пески времени, потом Тимати на волосок от гибели, роман тети Джули. Собака у Тимати, Ганды Кур, Крик Павлина, Форсайт четверкой, Сомс и Англия. Это вот все входит в рассказы о форсайтах. А вот потом идет современная комедия. И вот здесь, в этой современной комедии, идут названия такие, значит, оно под общим названием современная комедия, но идет. Белая обезьяна, идиллия, серебряная ложка, встречи и лебединая песня. Вот. И заключительный цикл романов под общим названием «Конец главы». Ну, можно рассматривать, как своеобразный спин-офф. Форсайты упомянуются, но главными действующими лицами являются члены обедневшей дворянской семьи, черрел, дальние родственники героев Сауни. Но они там все настолько переплетено, что мы узнаем вот о жизни вот этого всего семейства, все равно оно все просматривается. А вот хочу вам сказать вот о первом этом рассказе «Спасение Форсайта». Это Набелла, как я говорила, что она была в 1901 году, в сборнике человечеств Дивона. Два брата, Джеймс и Сьюзин, Форсайты, встречаются после долгой разлуки. Они уже пожилые люди, преуспевшие в своей жизни, достигшие материальных благ и имеющие авторитет в обществе. Это я вам вкратце рассказываю этот вот рассказ. Сьюзин смертельно болен, он пытается проанализировать свою жизнь и сделать необходимые выводы. Героя не покидает чувство, что он что-то потерял и без чего его жизнь лишилась цели. Сьюзин засыпает и во сне вспоминает свою поездку в Зальцбург. Еще на заре своей юности он случайно в пьяной драке в трактире он знакомится с Венгром Балежски, а затем с его дочерьми Маргарет и Розе. И в последнюю Форсайт влюбляется, как оказывается взаимно, но разница в социальном положении мешает Сьюзину жениться на Розе. Он не готов приступить через общественные нормы и рамки. Что обо мне подумают в Лондоне? Как я покажусь на глаза отцу? Форсайт так и не решается забрать Розе, а там в свою очередь возвращается в Венгрию, так как после романа с Сьюзином ничего кроме унижения в Зальцбурге ее не ждет. Сьюзин просыпается, он снова лежит на своей кровати, старик одинокий и никому не нужный. И Форсайт понимает, что те преданные чувства к Розе были большой потери, что он струсил. И в предсмертные минуты к нему приходит образ Розе, он видит ее, она прямо материально перед ним, как бы материализуется. И она ему обещает вернуть потерянное. И в этот момент Сьюзин умирает. Он просит вот этого у своей услуги бокал шампанского, но он в то же время видит вот эту свою Розе. И в последний, когда лопается последний пузырек в шампанском, он умирает. Вот так заканчивается. Это первый рассказ, где упоминаются Форсайты. Ну, а теперь идет первый роман его, который называется «Собственник». И сейчас я вам немножечко из него прочитаю, так как у нас громкие чтения. «Прием у старого Джулиона». Те, кто удоставился приглашение на семейные торжества Форсайтов, являлось очаровательное и поучительное зрелище, представленное во всем блеске семья, принадлежащая к верхушке английской буржуазии. Если же кто-нибудь из этих счастливцев обладал даром психологического анализа, талантом, который не имеет денежной ценности и поэтому не пользуется вниманием со стороны Форсайтов. Глазам его открывалась картина, не только восхитительная сама по себе, но и разъясняющая одну из мудрых загадок человечества. Иными словами, сборище этой семьи, ни одна ветвь, которая не чувствовала расположение к другой, между любимыми тремя членами, которой не было ничего заслуживающего названия симпатии, помогала внимательному наблюдателю уловить признаки той загадочной, несокрушимой живучести, которая превращает семью в такое мощное звено общественной жизни, в такое точное воспроизведение целого общества в миниатюре. Этому наблюдателю представлялась возможность прозреть туманные пути развития общества, уяснить себе кое-что о патриархальном быте, о передвижениях первобытных орд, о величине и падении народов. Он уподоблялся тому, кто, следя за ростом молодого деревца, живучесть и обособленное положение которого помогли ему уцелеть там, где погибли сотни других растений, менее стойких, менее сильных и выносливых. В один прекрасный день видит его в самый разгар цветения, покрытым густой сочной листвой и почти отталкивающим от своей пышности. 15 июня 1886 года случайный наблюдатель, попавший около четырех часов дня в дом старого Джулиона Форсайта, на Сент-Хонг-Гейт мог увидеть лучшую пору жизни Форсайта, пору их цветения. Прием был устроен в честь помолки мисс Джун Форсайт, внучки старого Джулиона, с мистером Филиппом Бассини. Вся семья собралась здесь, щеголяя белыми перчатками, светло-желтыми жилетами, перьями и платьями. Приехала даже тетя Эн, которая редко оставляла теперь уголок зеленой гостиной своего брата Тимати, где она проводила целые дни за книгой и вязанием под сенью крашеного ковыля в голубой вазе, окруженная портретами трех поколений Форсайта. Даже тетя Эн была здесь, негнущийся стан и спокойное достоинство ее старческого лица воплощали в себе непоколебимый дух собственничества, свойственной всей семье. Недаром первая часть называется собственниками. Все были собственниками. То, что они могли иметь, доставляло им удовольствие. Все, что они не могли иметь, удовольствие им, естественно, что не доставляло. Даже когда маленький мальчик дает нищему фальшивую монетку, вызывает удовольствие у старого Форсайта, что это восхищение даже, да, что эта монетка не ушла от них, понимаете? Это все у нас была. И все проникнуто этой собственностью. Тут выезжает, что и Сьюзин Форсайт, и Сомс знаменитый, который, как и говорится, о нем идет здесь уже дальше повествование. Он женился на Ирен, на красавице, которая действительно красавица. Но дело в том, что он начал ее душить, душить тем, что она была его собственностью, понимаете? Он не хотел видеть в ней именно как женщину, чтобы она как-то развивалась, как-то могла что-то сделать в лучшее в жизни. Он именно ценил то, что он обладал этой красотой. Но дело в том, что здесь Ирен влюбляется вот в этого Филиппа Бассини, с которым вот идет здесь у Джуна Форсайта помолвка. Но дело в том, что Ирен решает уйти от этого Сомса и объявляет об этом, и говорит, что у нее любовник этот вот Филипп Бассини. Но Сомс ее насилует здесь, как свою жену, она ушла, но он насилует ее. И у Филиппа Бассини это вызывает жуткий стресс. И, собственно говоря, в результате этого он сходит с ума и погибает. Попадает под экипаж. Попадает под экипаж, он погибает. Но сама Ирен исчезает. И вот здесь Сомс начинает искать ее, преследовать. Там, в общем, целые припяти мы наблюдаем здесь. И все это переплетается. Но в итоге Сомс очень хочет, что ребенка. А ребенка нет. И тогда надо что, оформить? Он знакомится с еще одной, с француженкой. И пытается, чтобы она его тоже собственностью становится. И он пытается это все что сделать? Надо жениться на ней. Но жениться на ней он не может, пока не разведется СССР. Вот здесь начинается вот этот бракоразводный процесс. Вот здесь все, собственно говоря, Джона Галсуорси, вот этот вот весь его тоже, вот эта тайная страсть с этой адой, все это переплетается. И вот здесь вот он это отражает в своем романе. А потом, значит, он все-таки разводится именно с Ирен. И Ирен скрывается от него, продолжает скрываться. Он женится на вот этой француженке. И француженка рожает ему дочку Флёр. Но самое страшное, что здесь происходит, что вот эту вот жену свою он натолкнул чем? Когда, значит, у нее были тяжелейшие роды. И когда ему врач говорит, что вы можете, значит, мы можем убить ребенка. Кого спасать? Да, кого спасать будем? Мы можем убить ребенка, но спасти жизнь вашей жены. И тогда СССР принимает такое решение. И он восклицает, что жен у меня может быть много, а ребенок у меня один. И вот это отталкивает от него, его вторую жену. Но в то же время у него он заимел свою собственность Флёр. Дочку. И дочка тоже унаследует вот этого собственника. Вот эти вот все свои эти самые. Потому что в дальнейшем там припятии такие идут, что, значит, его жена, бывшая жена Сумса Эрен, она выходит замуж за Джона Форсайта. За кузена. За кузена его, да. Опять-таки, вот смотрите, при прилетении именно самого Галсуорси. Она выходит за него замуж, и у нее рождается сын, маленький Джон. Тоже, опять-таки, четвертое уже поколение Форсайта именно идет, носит тоже эту фамилию именно Джон. Но дело в том, что дальше идет переплетение такое, что Флёр и Джон встречаются, и дальше вот это вот все развивается. И здесь уже Флёр не может отпустить Джона и начинает его преследовать. Хотя у них взаимные чувства. Но вот эти тайны семьи, и все, конечно, не дают им быть что вместе. И вот, знаете как, это вот все, вначале это вот собственник идет, значит, романой, и потом интерлюдия, последнее лето Форсайта. Хочу вам прочитать о брате вот этом Форсайта, Форсайт Джулиона, вот первый, от которого идет Джон, уже внук его. И знаете, мне здесь очень нравится, как идет описание природы именно в Галсуорсе. В последний день мая, в начале девяностых годов, часов в шесть вечера, старый Джулион Форсайт сидел в тени дуба перед террасой своего дома в Робин-Хилле. Он ждал, когда его начнут кусать комары, чтобы только тогда оторваться от созерцания дивного дня. Его худая темная рука, исчерченная выступающими синими жилами, держала конец сигары в тонких пальцах с длинными ногтями. Острые гладкие ногти сохранились у него с тех пор, с самых времен начала царствования Виктории, когда ни к чему не прикасаться, даже кончиками пальцев считалось признаком хорошего тона. Его выпуклый лоб, большие белые усы, худые щеки и длинный худой подбородок были покрыты от заходящего солнца потемневшей панамой. Он положил ногу на ногу. Во всей его позе было спокойствие и особое изящное благородство старика, который каждое утро душит шелковый носовой платок под диколоном. У ног его лежал косматый коричневый с белым пес, притворявшийся шпицем, пес Бальтазар, в отношениях которого со старым Джулионом первоначальная взаимная антипатия с годами сменилась привязанностью. У самого кресла были качели, а на качели сидела одна из кукол Холли по имени Алиса Глупышка. Холли это его внучка. Она свалилась всем телом на ноги, а носом зарылась от второго брака Джулиона. От второго брака. Ей было все равно, как бы не сидеть. Ниже старого дуба газон круто сбегал по склону, тянулся до папоротников, а дальше, переходя в луг, спускался к пруду, к роще и к виду прекрасному и замечательному, на котором пять лет назад, сидя под этим самым деревом, загляделся Сьюзен Форсайт, когда приезжал сюда сырень посмотреть на дом. Старый Джулион слышал об этом подвиге своего брата, об этой поездке, которая получила громкую известность на Форсайтской бирже. Сьюзен. Вот ведь взял, да и умер в ноябре, всего 79 лет от роду. Вновь вызвал этим сомнения в бессмертии Форсайта. Сомнения, которые впервые возникли, когда скончалась тетя Энн. Умер. И остались только Джулион и Джеймс. Роджер и Николас, да Тимоти, Джули, Эстер, Сьюзен и старый Джулион Дума. 85 лет. А я не чувствую. Разве только когда эта боль начинается. Его мысли отправили странствовать в прошлое. Он перестал ощущать свой возраст с тех пор, как купил заполученный дом своего племянника Сомса и поселился в нем здесь, в Робин-Хилле, три года назад. Словно он становился все моложе с каждой весной, живя в деревне с сынами, внуками Джун и маленькими от второго брака Джоли и Холи. Живя далеко от грохота Лондона и куда-то не форсайской биржи, не связанной больше своими заседаниями, сладостном сознании, что не надо работать, достаточно занятый усовершенствованием украшением дома и двадцати акров земли при нем и потворством, фантазиям Джоли и Холи. Все ушибы и ссадины, накопившиеся у него на сердце за время долгой и трагической истории Джун, Сомса, его жены Ирен и бедного молодого Басини, теперь заживет. Даже Джун наконец тряхнула с себя меланхолию. Это доказывало путешествие по Испании, которое она отправилась отцом и мачехой. Необыкновенный покой воцарился после их отъезда. Дина хорошо была, но пустовато, потому что с ним не было сына. Джо был ему теперь постоянным утешением и радостью. Приятный человек, но женщины, даже самые лучшие, всегда как-то действуют на нервы, если только, конечно, ими не восхищаться. Вдалеке куковала кукушка. Лесной голубь ворковал с ближайшего вяза на краю поля, а как распустились после покоса ромашки и лютики. И ветер переменился на юго-западный. Чудесный воздух, сочный. Он сдвинул шляпу на затылок и поставил подбородок и щеку солнцу. Почему-то сегодня ему хотелось общество, хотелось посмотреть на красивое лицо. Считается, что старым людям ничего не нужно. И та нефорсальская философия, которая всегда жила в его душе, подсказала мысль. Всегда нам мало. Будешь стоять на одной ноге в могиле, а все должно быть, чего-то будет хотеться. Здесь, вдали от города, вдали от забот и дел, его внуки и цветы, и деревья, и птицы, его маленького владения. А больше всего солнце, луна и звезды под ними. День и ночь говорили ему, Сезам, откройся. И Сезам открывался. Как широко открывался, он, вероятно, и сам не знал. Он всегда находил в себе отвык на то, что теперь стали называть природой. Искренний, почти благоговейный отвык, хотя и так и не разучился называть закат закатом, а вид видом, как бы глубоко они его не волновали. Но теперь природа вызывала в нем даже тоску. Так остро он ее ощущал, не пропуская ни одного из этих тихих, ясных, все удлиняющихся дней, за руку с холи, следом за псомбом, бальтазаром, уседно высматривающим что-то и ничего не находящим. Он бродил, глядя, как раскрываются розы, как наливаются фрукты на шпалерах, как солнечный свет золотит листья дуба. И молодые побеги в рощи, глядя, как развертываются и поблескивают листья водных лилий и серебрится пшеница на единственном засеянном участке. Слушая скворцов и жаворонка, и жаворонка в алдернейских коров, жующих швачку, ленивая, помахивая хвостами с кисточками, и не проходила дня, чтобы он не испытывал легкой тоски просто от любви ко всему этому, чувствуя, может быть, глубоко внутри, что его недолго осталось радоваться жизни. Мысль, что когда-нибудь, может быть, через 10 лет, может быть, через 5, все это у него отнимется, отнимется раньше, чем истощится его способность любить, представлялась ему несправедливостью, обращающей его душу. Если что и будет после смерти, так не то, что ему нужно. Не Робин Хилл с птицами, цветами и красивыми лицами. Их-то и теперь он видит слишком мало. С годами его отвращение ко всей фальши возросло. Нетерпимость, которую он культивировал в 60-х годах, как культивировал баки, просто от избытка сил давно исчезла. И теперь он преклонялся только перед тремя вещами. Красотой, честностью и чувством собственности. И первое место занимала красота. Он всегда многим интересовался и даже до сих пор почитывал «Таймс», но был способен в любую минуту отложить газету, заслышав пение дрозда. Честность, собственность, утомительно это все-таки. Дрозды и закаты никогда его не утомляли, только вызывали в нем неспокойное чувство, что ему все мало. Устремив взгляд на тикое сияние раннего вечера и на маленькие золотые и белые цветы газона, он подумал. Это погода, как музыка Орфея, которую он недавно слышал в театре Ковенгарды. Прекрасная опера. Не Мейгерберг, конечно, но даже не Моцарт. Но в своем роде может быть еще лучше. В ней есть что-то классическое. От золотого века чистое и сочное, а пение равиоли, прямо как в прежние времена, высшая похвала, на которую он способен. Тоска Орфея по ускользающей от него красоте, по любимой, поглощенной адом, так и в жизни прекрасная и любимая ускользает от нас. Та тоска, что дрожала и пела в золотой музыке, таилась сегодня в застывшей красоте земле. И носком башмака на пробковой подошве он нечаянно пошевелил пса Бальтазара, отчего тот проснулся и стал искать блох, ибо хотя считал, что их у него нет, его нельзя было убедить в этом. Кончил, он потерся местом, которое только что чесал о ногу хозяина, и снова затих, положив морду на беспокойный башмак. И вместо Раджулиона вдруг возникло воспоминание, лицо, которое он видел тогда в опере, три недели назад. Ирэн, жена его милого племянчика Собса, этого собственника, хотя он и не видел его со дня приема в своем старом доме на Септангай, когда праздновалась злополучная помощь, о его внучке Джун с молодым бассейном. Он ее вспоминал сейчас же, так и всегда любовался ею. Очень хорошенькое создание. После смерти бассейни, любовницей которого она стала, вызвав этим столько нареканий, он слышал, что она сейчас же ушла от солнца. Одному Богу известно, что она с тех пор делала. Вид ее лица, профиль, в ряду, впереди него, был единственным за эти три года воспоминанием о том, что она вообще жива. О ней никогда не говорили. Однажды, впрочем, Джо сказал ему одну вещь, которая тогда страшно его расстроила. Джо узнал это. Кажется, от Джорджа Форсайта, который видел в бассейне в тумане в день, когда он попал под амнибус. То, чем объяснялось отчаянное молодого человека. Поступок солнца по отношению к своей жене. Гадкий поступок. Сам Джо видел ее в тот вечер, когда узнали о несчастье. Видел на одно мгновение, и его слова засели в памяти старого Джолиона. Загнанное, потерянное, назвал он ее. А на следующее утро туда пошла Джун, взяла себя в руки и пошла туда. И горничная со слезами рассказала ей, как ночью ее хозяйка ушла из дома и пропала. Трагическая, в общем, история. Верно одно. Солнцу так и не удалось снова завладеть ее. И он живет в Брайтене, и ездит в Лондон и обратно. Так ему и надо. Этому собственному. И вот здесь все это лето Форсайта, он в дальнейшем встречается с Ирэн, и у них начинается общение. Она приходит в этот дом, построенный ее любовником, бассейн. И начинается общение Ирэн со старым Джолионом. И затем Джолион, вот это последнее его лето, он умирает. Вот здесь заканчивается вот так глава. Какое-то пробуждение, интерлюдия. Она посвящена маленькому Джону или Джулиану, вот именно в четвертом тоже поколении. Как вот он воспринимал мир. Вначале мир его был, сочетался, у него он родился с серебряной ложкой во рту. Понимаете, вот это говорю, серебряная ложка в Англии считается, как у нас, что он родился в рубашке, да, или это, а это серебряная ложка. У него было прекраснейшее детство. И вот здесь описывается то, что как этот маленький Джон воспринимал этот мир, когда к нему все с любовью относятся. Вначале он воспринимал ее только няню свою, а мать его, которая приходила, к ней он воспринимал как прекрасный некий образ. И вот здесь в душе Джона рождается любовь к его матери, вот эту Ирен, что она была очень красивая, и он ее начал просто-напросто как благотворить. И вот в дальнейшем няня ушла, ушел этот образ няни, и воцарился образ матери. И вот эта любовь к матери, он ее пронесет на протяжении всей своей жизни. Он откажется даже от любви, флёр, ради своей матери. Вот, и здесь вот, да, ради спокойствия матери и уважения к ней, к отцу и к ней именно. Вот, и здесь вот, здесь вот, ну, показано его именно становление. Она очень маленькая, буквально тут несколько вот страничек, она и заканчивается, а потом начинает, создается в наем. Роман. Но я вам хочу сказать, что очень хорошо еще сага о форсайтах была экранизирована. Ну, и немые фильмы, произведения Волсуорса появились еще в начале 20-х годов 20-го века. В 25-м году выходит один из первых фильмов про форсайтов «Белая обезьяна» Фила Розена. В 34-м году Джейн Суэл, известный своими лентами «Франкенштейн» и «Человек с железной маской» в 39-м году снимает фильм «Через реку» английскую. Это тоже вот посвящено, естественно, саге о форсайтах. И в 49-м году вышел фильм «Сага о форсайтах». Оригинальное название кинокомпании Мэтра Голден Мауэр с Грир Гарсон в роли Эрен. Это вот черно-белый вот этот фильм. Черно-белый. В 67-м году появился 26-ти серийный телевизионный фильм компании BBC. Кстати, вот компания BBC, когда ставит фильмы, она очень бережно подходит к оригиналу, по которому она снимает. Вот я вам хочу сказать, что именно вот очень интересный этот фильм. Смотрела я его вот этот вот 26-ти серийный фильм. И он мне очень понравился. Все настолько бережно отношение к автору вот произведения. Дальше в 67-м году аудиторией было именно этого фильма 60 миллионов человек. Во время второго показа, начавшегося 8 сентября 68-го года на канале BBC 1 аудитория последней серии достигла 18 миллионов человек. Общемировая аудитория оценивается приблизительно в 160 миллионов зрителей. Это была первая английская программа, купленная Советским Союзом. Закадровый перевод осуществил Николай Александрович. В 2002 году компания Granada Television сняла новую версию длительности более 11,5 часов. И в главных ролях Дэмиэн Люс, Рупер Грейс, Джина Майки, Корин Редгрейв и Йоанн Гриффит. Так что в 2002 году это уже цветной фильм, цветной сайт не только популярна в своих печатных произведениях, несколько, много раз уже эти тома все переиздавались, его произведения, полное собрание, причем сочинение, но и также вот увековечено это в его фильмах, в сериалах, потому что большой разворот, конечно, должен быть в многосерийных фильмах или сериалов, как сейчас. Нет, ну вот я посмотрела, вы знаете меня, что потрясло в этом фильме? Вот чисто, ну это же там английский, вот передана эта атмосфера Англии, понимаете, вот это вот, как они между собой, эти тетушки, разговаривают, как они, значит, ну, выдержано, скажем, осом, все отличаются от ИРН, и вот это именно чисто такое английское, аристократическое воспитание во всех этих диалогах настолько четко оно там прослеживается, что я была потрясена, насколько близко к тексту, потому что я вообще обожаю, не знаю, сколько раз эту Савва Форсайта все четыре тома читала, и при малейшей это и самое слово перечитываю. Вы знаете, во-первых, меня потрясает это в Галсуорсе, вот то, что Елена Валентиновна прочитала, описание природы, это вообще потрясающе. Это я вам кусочек только прочитала, там больше идет. Там каждый этот самый, и как вот строилось, и как там эти все картины, как они посещали эти музеи, и все. И вы знаете, когда читаешь, ну вот лично у меня, то такое впечатление, что ты тоже там был и видел. И так как это не только моя любимая книжка и моей дочке, они вот недавно были в Лондоне, так она говорит, мама, там точно, как вот Галсуорсе описывала, вот это так, это так, понимаете, то есть эти книги, это вечная, так скажем, вот в чем, в чем хороши англичане, вот их любимые произведения и великие произведения их, они делают по ним экскурсии и сохраняют вот эти места очень бережно. Особенно, если еще дальше это промелькнуло в каких-то экранизациях, там же подбираются четко вот это, особенно вот этой компанией BBC, четко подбираются пейзажи, четко подбираются вот эти особняки и все, чтобы это все показать и вот по ним проводятся экскурсии.